Сура 22. Хадж. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О люди! Остерегайтесь наказания Господа вашего. Уверуйте и исполняйте то, что Он повелел, и отстраняйтесь от того, что Он запретил. По истине, сотрясение часа, сотрясение земли, которое произойдет перед наступлением судного дня, когда она треснет, вещь великая, непостижимая умная. В день, когда вы увидите его, наступление часа, от сильного страха забудет каждая кормящая мать того, кого она кормила, а каждая обладательница ноши, беременная, сложит свою ношу, разродится. И увидишь ты людей, похожими на пьяных. Они не пьяны, а от сильного страха они лишились разума. Но однако наказание Аллаха сильно. И среди людей есть такие, которые припираются, спорят об Аллахе, без знания, приписывая Аллаху измышления. И следуют за всяким сатаной, мятежным, за предводителями заблуждения из числа восставших против Аллаха. Предначертано, предопределено Аллахом относительно него, сатаны, что тот, кто возьмет его, сатану себе близким, последует за ним. Он, сатана, ведет в заблуждение его и поведет его к наказанию адского огня. О люди! Если вы в сомнении о воскрешении, что Аллах воскресит умерших, то ведь поистине мы создали вас, вашего праотца Адама, из почвы, потом сделали так, что его потомство плодится. Из капли, семенной жидкости, потом из сгустка крови, потом из кусочка плоти, завершенного в развитии, которым затем становится живым плодом, или незавершенного в развитии, который затем выпадает. Чтобы разъяснить вам о нашем могуществе и о стадиях творения человека. И мы, а не кто другой, утверждаем, помещаем в утробах, которого пожелаем, до определенного срока до рождения. Потом мы выводим вас из утроб материи и младенцем. Потом мы продолжаем ваше развитие, чтобы вы достигли вашей умственной и телесной зрелости. И среди вас, о люди, есть тот, такие, кто упокаивается, умирает, до достижения полной зрелости. И среди вас есть тот, такие, кто бывает возвращен к дряхлой жизни, глубокой старости. Так, чтобы не знать после некоторого, имевшегося в зрелости знания, ничего. И видишь ты землю безжизненной. А когда же мы низводим на нее воду, она, земля, приходит в движение от того, что из нее прорастают растения. И разбухает она, земля, насыщаясь водой. И растит всякие великолепные и полезные пары растений. Это, эти аяты о могуществе Аллаха, указывают на то, что только Аллах есть истинный. Он есть, и Он не изменяется и не исчезает. И что только Он оживляет умерших. И что только Он над всякой вещью мощен. И что час, день воскрешения, придет, наступит, нет сомнения в том. И что Аллах воскресит, оживит и выведет тех, кто находится в могилах, для расчета и воздаяния. И среди людей есть такой неверующий, кто припирается, спорит об Аллахе, о его сущности, о его выборе посланника, а не с послания им книги, без всякого знания и без какого-либо руководства, без разъяснений и без какой-нибудь освещающей, озаряющей книги, которая была не спослана Аллахом и в которой содержались бы ясные доказательства и доводы, без Корана. Отворачивая свой бок, проявляя высокомерие, чтобы сбивать других с пути Аллаха, удерживать других от принятия полной покорности Аллаху, Ислама. Для Него в этом мире позор, а в день воскрешения мы заставим Его вкушать наказание сжигающего огня ада. И будет сказано Ему, это наказание за то неверие и ослушание, что уготовали Твои две руки, которые Ты совершал. И суть в том, что Аллах не притеснитель для рабов, Он не наказывает, если нет греха. И среди людей есть и такой, кто служит и поклоняется Аллаху на грани между верой и неверием, имея слабую веру и сомнение. Его вера привязана к Его земной жизни. Если Его постигает добро, если Он здоров и в достатке, то Он успокаивается этим, продолжает быть покорным Аллаху. А если Его постигает искушение, испытание трудностями, то Он отворачивается Своим лицом, отступает от веры. Этим самым Он потерял этот мир, жизнь в нем, и если обратно не вернется к вере, то и вечную жизнь станет вечным обитателем ада. Это и есть очевидная потеря. Обращается с мольбой Он, такой отступник вместо Аллаха к тому, что не причинит Ему никакого вреда, если Он не станет поклоняться Ему, и что не приносит Ему пользы, если Он поклоняется Ему. Это, такая мольба и поклонение, есть далекое от истины, заблуждение. Обращается с мольбой Он к тому, от поклонения которому однозначно в судный день вред будет ближе пользы, вместо пользы будет только наказание Аллаха. Однозначно плох этот помощник, ложный Бог, и однозначно плох этот приятель. Поистине, Аллах ведет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния в райские сады, где текут под ними, под райскими дворцами и деревьями реки. Поистине, Аллах делает то, что хочет. Кто думает, что Аллах не поможет Ему, Мухаммаду, в этом мире и в вечной жизни, и что Он может помешать, чтобы Мухаммаду была дана помощь, пусть протянет веревку к небу, и пусть ухитрится подняться по ней на небо, а потом пусть оборвет эту помощь, и пусть посмотрит, удалит ли его уловка то, что его гневает. Сможет ли он таким образом свести на нет ту помощь, которая дается Мухаммаду? И так, как мы не спослали предыдущие аяты, мы не звели его Коран, как ясные по выражению и смыслу знамения, и потому что только Аллах наставляет на истинный путь, кого пожелает. Поистине, те, которые уверовали, верующие, и те, которые стали иудеями, и сабии, те, которые пребывают в естественной срождении вере и не следуют какой-либо определенной вере, и христиане, и огнепоклонники, и те, которые предают Аллаху сотоварищей, многобожники, поистине, Аллах рассудит и распределит их всех в день воскрешения, так что верующие войдут в рай, а все неверующие войдут навечно в ад. Поистине, Аллах о каждой вещи всему свидетель, знает все и не забывает. И Он воздаст каждому точно по Его заслугам. Разве ты не видел, разве ты не знаешь, о пророк, что Аллах таков, что преклоняются ниц перед Ним, выражая свою покорность те, кто в небесах ангелы, и те, кто на земле, и солнце, и луна, звезды, и горы, и деревья, и животные, и много людей верующие. И также еще многое из числа людей тех, для которых оказалось суждено наказание, и это те, которые непокорны Аллаху. А кого унизит Аллах, вергнет в унизительное адское наказание, то не будет для него возвышающего того, который спас бы его от этого и ввел бы в рай. По истине, Аллах делает, что пожелает. Эти две, две враждебные стороны, верующие и неверующие, которые спорили относительно их Господа, каждая сторона утверждала, что она права. Тем же, которые стали неверными, выкроены для них одежды из огня, которые они оденут, и будут лить на их головы кипяток. Плавится от этого, от кипятка, то, что у них в животах, и их кожи. И для них, для неверующих, есть там железные булавы, молотки, которыми их бьют ангелы. Всякий раз, когда они хотят выйти из него из пламени ада, из-за страданий и мучений, их обратно возвращают в него, в пламень ада. И им говорят, «Вкушайте наказание сжиганием». Поистине, Аллах ведет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния в райские сады, где внизу, под дворцами и деревьями, текут реки. Их обитатели рая украсят в них, в райских садах, браслетами из золота и жемчугами, и обычное одеяние их там – шелк. И они были направлены, Аллах наставил их к самому благому из речи, словам «нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха», и словам «восхваление Аллаха». И они будут направлены, Аллах наставил их, к пути дастахвального Аллаха, к пути, который ведет в рай. Поистине, те, которые стали неверными и отклоняют других от пути Аллаха, от полной покорности Ему и запретной для греха мечети, не пускали посланника и верующих в нее в год худайбии, которую мы устроили для всех верующих людей таким образом, что одинаково усердствующих поклонений там и пребывающих в пустыне. И если кто пожелает там, в запретной мечети, уклонения от истины, по несправедливости, ослушавшись Аллаха, мы ему дадим вкушать болезненное наказание. И вспомни, о пророк, как мы устроили, указали для пророка Ибрахима место дома, Каабы, чтобы он построил его, и заповедали ему, «Ничего не приобщай мне, сотоварищи, не бери себе Богом кого-либо, кроме меня, и очисти дом мой, принадлежащий мне Каабу, от неверия, ереси и скверны многобожников, для обходящих его, совершающих тавав и стоящих в молитве, и кланяющихся в поясе, и преклоняющихся ниц перед Аллахом для совершающих молитвы, и возвести громким голосом о Ибрахим среди людей Ахаджи, об обязательности совершения его. Они придут к тебе пешком и на всяких искудавших верблюдах, пребывая из всяких глубоких просторов, из разных отдаленных мест. Пусть они присутствуют при том, что полезно для них, чтобы этим обрести прощение грехам, награду за исполнение обрядов и заповиновения, и получить прибыль от торговли и другое. И пусть вспоминают имя Аллаха в дни, известные над тем, что Он дал для пропитания им, людям из животных и скота, десятое число месяца Зульхиджа и последующие за ним дни Ташрика, одиннадцатое, двенадцатое и тринадцатое. Пусть совершают обряд жертвоприношения. Ешьте их сами, мясо жертвенных животных, и кормите нуждающегося и неимущего. Потом пусть они, паломники, покончат со своей неприятностью, постригут волосы и отстригут ногти, выходя из состояния ихрама, и полностью выполнят свои обеты, которые они давали относительно жертвоприношений, и пусть обойдут вокруг древнего дома, совершат обход вокруг Кабы. Это выход из состояния ихрама, исполнение обетов и тавав вокруг Кабы, то, что повелел Аллах, и поэтому относитесь к ним с почтением. А кто почитает запреты Аллаха, исполняет установленные им обряды только ради его довольства, и наилучшим образом это лучше для него перед его Господом в этом мире и в вечной жизни. И разрешен вам скот, кроме того запрещенного, о чем читается вам в Коране. Отстраняйтесь же от мерзости идолов и отстраняйтесь лживых речей, измышлений против Аллаха, многобожия и лжесвидетельства. Это, будучи ханифами, единобожниками перед Аллахом, делая обряды и праведные деяния только ради Аллаха, не предающими ему сотоварищей, не поклоняясь кому-либо, кроме Аллаха. А кто предает Аллаху сотоварищей, то он, по своей отдаленности от истинного пути и по своей погибели, как будто упал с неба, с высоты веры, и как будто хватают, клюют его птицы, так окружают его шайтаны, или заносят, сдувают его ветер в далекое место. Это то, что повелел Аллах. А кто почитает знаки, которые установил Аллах, а это обряды хаджа, его места и принесения в жертву хороших животных, то ведь это исходит от остережения сердец, из признаков людей, которые остерегаются наказания Аллаха и боятся его наказания. Для вас в них, в предназначенных для жертвоприношения животных, есть польза, пользование шерстью, молоком, использование для передвижения, до определенного срока, до времени жертвоприношения в дни Ат-Ташрик, а потом место их, где они будут зарезаны, у древнего дома, вся священная территория. И для каждой предыдущей общины установили мы место и обряд жертвоприношения, чтобы они поминали, произносили имя Аллаха над тем, чем Он наделил их, из животных, из скота, чтобы возблагодарить Его за это. Ибо Бог ваш, о люди, только которому можно служить и поклоняться, есть Бог единственный и единый для всех, Аллах. Так предайтесь же Ему, будьте полностью покорными Ему и душой, и телом. А ты, о пророк, обрадуй смиренных, что их ожидает благо в этом мире и в вечной жизни. И такими смиренными являются только те, которые, когда им напоминают об Аллахе, их сердца страшатся, они выполняют то, что повелел Аллах, и прекращают совершать то, что Он запретил. И проявляющие терпение в надежде на награду от Аллаха в том, что их постигает во время трудностей и несчастья, и совершающие обязательную молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой. И которые из того, чем мы наделили их, из своего дозволенного имущества, расходуют на пути Аллаха как обязательную и добровольную милостыню. «И жертвенных животных, которых гонят на священную территорию, мы сделали для вас из числа знаков, обрядов, которые установил Аллах. Для вас, о те, которые стремятся к довольству Аллаха, в них, в этих жертвенных животных благо. Вы едите их сами, раздаете как милостыню и получаете за это награду в вечной жизни. Поминайте же, произносите имя Аллаха над ними, когда режете их, а верблюды режутся стоящими. А когда их бока повергнутся, когда они упадут, то ешьте их, их мясо, и кормите этим мясом сдержанного, непросящего и просящего стыдливо. Так мы подчинили их, жертвенных животных, вам, чтобы вы были благодарны Аллаху. Не достигает Аллаха, не поднимается к нему ни мясо их, этих жертвенных животных, ни их кровь, но доходит до него остережение от вас. До Аллаха доходит ваше намерение этим жертвоприношением обрести довольство Аллаха, исполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил. Так Он подчинил их, жертвенных животных, вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха благодаря Его за то, что Он наставил вас на истинный путь. А ты, о пророк, обрадуй искренне добродеющих, которые искренне перед Аллахом и добры к Его творениям, о том, что их ожидает благо и успех. Поистине, Аллах защищает тех, которые уверовали от зла и козни неверующих, расстраивая их замыслы и помогая против них. Поистине, Аллах не любит всякого настойчивого изменника, который нарушает договоры и не сохраняет доверенное, неблагодарного. Дозволено тем, с которыми сражаются, дозволено верующим, против которых сражаются многобожники, также сражаться за то, что они притеснены, по отношению к ним проявлено зло, и поистине, Аллах однозначно способен помочь им. Когда пророк Мухаммад жил еще в Мекке, верующим было запрещено сражаться против неверующих. Им было повелено проявлять терпение на обиды и притеснение многобожников. После того же, как притеснения многобожников достигли своего права, предела, и пророк переселился в Медину, и верующие обрели силу, тогда Аллах Всевышний дозволил верующим сражаться против неверующих. Они – те, которые изгнаны многобожниками из своих домов без права, без причины для изгнания, а только за то, что они сказали «Господь наш Аллах». И если бы не защита Аллахом людей одних другими, если бы Аллах не предписал удерживать несправедливость и ложь посредством сражения, были бы разрушены кельи монахов и церкви христиан, и места молитвы иудеев, и мечети истинных верующих, в которых поминается имя Аллаха много. И непременно и обязательно Аллах поможет тому, кто помогает Ему, делу Его веры и Его верующим рабам. Ведь поистине Аллах однозначно всесилен и всемогущ. Мы обещали свою помощь и поддержку тем, которые, если мы их укрепим на земле, дадим им власть и преимущество над их врагами, совершают обязательную молитву надлежащим образом, и дают обязательную милостыню закят тем, кому она полагается, и повелевают людям совершать одобряемое, исполнять все, что повелел Аллах им в отношении самого себя и своих рабов, и удерживают от совершения неодобряемого, от того, что запретил Аллах сам и через своего посланника. И у Аллаха завершение всех дел, его творений, он сам рассудит их и воздаст за них. А если они, твой народ, отвергнут тебя, о Мухаммад, то уже отвергли своих пророков еще до них народ пророка Нуха, и Адиты, и Самудяне, и народ пророка Ибрахима, и народ пророка Лутта, и жители Мадьяна, народ пророка Шуайба. «Отвергнут был и пророк Муса, и я давал неверным отсрочку наказания, не наказывая сразу. Потом схватил я их всех наказанием. И каково же было мое негодование! И сколько селений их жителей мы погубили, не спаслав на них наказания, когда они, их жители, были притеснителями неверующими. И вот они, те города и селения, теперь разрушены до оснований, и в них никто не живет. И сколько колодцев, заброшенных по причине смерти жителей селений и дворцов воздвигнутых. Разве они, неверующие мекканцы и другие, не странствовали по земле? Разве они не были в Йемене и в Шааме? И разве не было у них сердец, которыми они размыслили бы, когда видели следы погубленных народов? Или ушей, которыми они слушали бы сообщения о предыдущих общинах, которые проявляли неверие? Так поистине не слепы сами взоры, глаза, а слепы сердца, которые в груди. Настоящей слепотой является губительная слепота, когда слепо сознание человека, и это выражается в непонимании истины. И торопят они, неверующие кройшиты, тебя, о пророк, с наказанием. Они спрашивают, когда же будет это наказание за неверие? Но Аллах не меняет своего обещания. Наказание непременно будет. И поистине, день у твоего Господа, день наказания вечной жизни, как тысяча лет из тех, что вы считаете в этом мире. А скольким селениям и жителям я предоставил отсрочку, откладывая наказание, в то время как они и жители были притеснителями, упорствуя в неверии? Затем я схватил их наказанием в этом мире, и ведь ко мне, а не к кому-то другому, прибытии, возвращения в день суда, когда они получат заслуженное наказание. Скажи, о посланник, о люди, ведь я для вас разъясняющий увещеватель, который доводит до вас послание от Аллаха. И те, которые уверовали, в сердцах которых утвердилась вера, и совершали праведные деяния, им от Аллаха будет даровано прощение и достойный удел, рай. А те, которые стремились сделать ничто по отношению к нашим знаменем, аятам Корана, пытаясь ослабить их, желая отвратить людей от слов Аллаха, те, такие, окажутся вечными обитателями огня, ада. И не посылали мы до тебя, о Мухаммад, никакого посланника или пророка без того, чтобы, когда он читал книгу Аллаха, сатана не бросил в его чтение, наущение и сомнение, чтобы отклонить людей от того, что он читал, но Аллах стирает то, что бросает сатана, устраняет козни сатаны. Потом, после устранения козни сатаны, Аллах утверждает свои знамения, ведь Аллах знающий, мудрый. Аллах Всевышний привел в самом тексте Корана глагол, что в арабском языке имеет смысл желать. Однако, по мнению толкователей Корана, смысл его в данном аяте – читать. Так же и слово имеет смысл желание, мечта, но в данном аяте его значение – чтение. И это исходит не от самого сатаны, а Аллах позволяет это, чтобы сделать то, что бросает сатана, наущение и сомнение, испытанием для тех, в сердцах которых болезнь, сомнение и лицемерие, и для тех, у которых черствые сердца, для многобожников. И поистине притеснители однозначно пребывают в далеком расколе от истины. И это происходит для того, чтобы знали те, кому даровано знание, верующие, которые отличают истину от лжи, что это то, что Аллах стирает то, что бросает сатана, истина от твоего Господа, чтобы они уверовали в Него, в то, что Аллах стер брошенное сатаной, и чтобы их сердца смиренно покорились Ему. И поистине Аллах, конечно же, ведет верующих к прямому пути. Эта вера и эта покорность происходят только по милости и содействию Аллаха. И не перестанут те, которые стали неверующими, быть в сомнении о Нем, о Коране, пока не придет к ним час, судный день, внезапно, или пока не постигнет их мучение бесплодного дня, дня суда, бесплодного потому, что после него нет других дней. Власть в тот день будет полностью принадлежать только Аллаху. Он рассудит их, верующих и неверующих. Те же, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся в райских садах вечной благодати, в постоянных удовольствиях и радости, вечно живыми и счастливыми. А те, которые стали неверующими и возводили ложь на наше знамение, считали аяты Корана ложью, то те, такие люди, для них будет унизительное наказание в аду. А те, которые переселились на пути Аллаха, оставили свои дома, чтобы заслужить довольство Аллаха и помогать установлению Его слова, потом были убиты во время сражений с неверующими или умерли по какой-то другой причине, непременно и обязательно наделит их Аллах хорошим уделом, дарует жизнь в раю. И ведь поистине, Аллах, Он однозначно лучший из наделяющих уделом. Непременно и обязательно введет Он, Аллах, их в такое место, которым они будут довольны, в рай. Аллах, однозначно знающий, кто выходит ради Его довольства и кто выходит ради земных благ. Сдержанный, не торопится наказать тех, кто ослушается Его. Это слова Аллаха о том, что переселившиеся будут введены в рай. Помните об этом. И кто наказал своего притеснителя тем же, чем он сам был наказан, что дозволяется, а потом против него, против ответившего за притеснение, поступит несправедливо, то непременно и обязательно поможет ему, дважды притесненному Аллах. Поистине, Аллах однозначно снисходительный, прощающий. Это то, что Аллах поможет притесненному, потому что Аллах всемогущий, и Он водит ночь в день и водит день в ночь, изменяет продолжительность дня и ночи в зависимости от сезона года. И это еще и потому, что Аллах слышащий речи своих рабов, видящий их деяния и положения. Это упомянутые выше могущества Аллаха, Его всезнания, Его помощь своим сторонникам, потому что Аллах истинный, истинный Бог. И потому что то, что они, многобожники, призывают помимо Него, это все то, что обожествляют, кроме Аллаха, ложь. И потому что Аллах, Он высочайший, выше всех своих творений, великий, нет никого и ничего больше Него. Разве ты, о пророк, не видел, разве ты не знаешь, что Аллах не звел с неба воду, и становится земля, позеленевшей от выросших растений. Поистине, Аллах добрый к своим рабам, давая им благо, и всеведущий, знает, в чем благо для его рабов. Ему принадлежит все то, что в небесах и что на земле. Он создал все, Он владелец всего, и все его рабы. Поистине, Аллах, Он однозначно богатый, ни в чем не нуждается, достохвальный, восхваляемый всегда и за все. Разве ты не видел, что Аллах подчинил вам все то, что на земле, животных, растения, плоды и полезные ископаемые, чтобы вам пользоваться ими, и корабли, которые плывут по морю по его повелению, по его могуществу, и перевозят вас и ваши грузы туда, куда вы желаете. И Он, Аллах, удерживает небо, удерживает строение вселенной, чтобы оно не упало на землю, иначе, как с его дозволения, удерживает до дня суда. Поистине, Аллах к людям однозначно сострадателен, милосерден. И Он, Аллах, тот, кто оживил вас, о люди, привел вас в бытие. Потом Он умертвляет вас, когда заканчиваются ваши жизненные сроки. Потом снова оживит вас в день воскрешения. Поистине, человек однозначно неверен, отвергает ясные знамения Аллаха, указывающие на Его могущество. Для каждой общины, которые были прежде, мы установили свои обряды поклонения Аллаху и свое законоположение, которое они исполняли, повинуясь нашему повелению. Пусть же они, многобожники, вообще не спорят с тобой, о Пророк, относительно этого дела, законоположения, данного тебе, и всего того, что повелел тебе Аллах. И призывай, о Пророк, людей, Господу твоему, к тому, чтобы они признавали Богом только Аллаха и исполняли то, что Он повелел. Ведь поистине, ты, о Мухаммад, однозначно, на прямом пути. А если они, неверующие, станут препираться, спорить с тобой, о Пророк, приводя несостоятельные доводы, то скажи им, Аллах лучше знает то, что вы делаете, какое неверие вы совершаете. Аллах рассудит между вами, между верующими и неверующими, в день воскрешения, относительно того, о чем вы разногласили, между собой, в вопросах веры и повеления Аллаха. Разве ты, о Пророк, не знаешь, что Аллах полностью знает про все то, что в небе и на земле? Поистине, это все записано у Него, в неком Писании, в хранимой скрижале. Поистине, это знание всего для Аллаха легко. И поклоняются они, многобожники, помимо Аллаха, тому, на что Он не ниспосылал никакого доказательства, чтобы их называть богами и служить им. И поклоняются они тому, измышленным богам, относительно которых у них, у многобожников, нет никакого знания, что они боги. И нет для притеснителей многобожников никакого помощника, который спас бы их от наказания Аллаха. А когда читаются им многобожникам наши знамения, аяты Корана, будучи ясными в изложении, имеющие очевидный смысл, ты узнаешь на лицах тех, которые стали неверующими, неприязнь, проявление ненависти к истине. От своего гнева готовы они наброситься, чуть не накинуться на тех, кто читает им наши знамения, аяты Корана. «Скажи им, о пророк, не сообщит ли мне вам о худшем для вас, о том, что вам будет еще более ненавистно, чем это, чем слушание истины и видение призывающих к ней? Огонь, ад!» обещал его Аллах тем, которые стали неверующими. И как ужасно это возвращение! «О люди!» Приводится притча в качестве примера, так внимательно же слушайте ее и поразмышляйте над ней. Поистине, те божества, к которым вы обращаетесь с мольбой, поклоняетесь помимо Аллаха, никогда не создадут и мухи. Они не смогут этого сделать, даже если все эти божества соберутся вместе для этого, для создания. А если что-нибудь у них, у тех божеств, похитит муха, то они не могут спасти похищенную вещь от нее, от мухи. Слаб и просящий ложное божество и просимый муха. Не почтили они многобожники Аллаха должным образом, приравняв ему своих идолов и измышленные божества. Поистине, Аллах однозначно всесильный, тот, кто создал все, величественный, его никто не победит, в отличие от ложных боков, которые вообще ни на что не способны. Аллах избирает посланников из числа ангелов, которых посылает к своим пророкам, и из числа людей, которые доводят откровения Аллаха другим людям. Поистине, Аллах слышащий речи своих рабов и видящий все. Знает он все, что перед ними, будущее ангелов и людей, и то, что позади их, их прошлое, и только к одному Аллаху возвращаются все дела, касающиеся как этого мира, так и вечной жизни. О вы, которые уверовали, кланяйтесь, совершайте поясные поклоны Аллаху, преклоняйтесь ниц, совершайте земные поклоны Аллаху и служите только вашему Господу и творите добро, чтобы вы этим самым обрели успех. И усердствуйте ради Аллаха достойным его усердием, прилагайте все свои усилия на его пути и только ради него. Он, Аллах, избрал вас для того, чтобы нести его слово и его веру другим людям. И не устроил для вас вере никакого непосильного затруднения, и следуете верой Отца вашего, пророка Ибрахима, единобожием. Он, Аллах, назвал вас мусульманами раньше, в его писаниях, которые были неспосланы раньше, и в этом, в Коране, чтобы посланник был свидетелем относительно вас, что он довел до вас послание от Аллаха, и чтобы вы были свидетелями относительно людей, прежних общин, что их посланники доводили до них тоже, что сообщил вам Аллах в своей книге. И вы должны ценить этот дар Аллаха и за это благодарить Его. Совершайте же молитву надлежащим образом. Вы плачиваете закят и крепко держитесь за Аллаха, придерживайтесь веры, которую Он дал. Он ваш покровитель, союзник и помощник в борьбе против неверия. И как же прекрасен этот покровитель, Аллах, для тех, которые являются его сторонниками? И как прекрасен этот помощник, Аллах, для тех, которые обращаются к Нему за помощью? Продолжение следует...